Алексей Ухомалецкий, карта Демираж после двух сыгранных карт, которые были очень плотные. 16-13, 16-14, мы наблюдаем уже третью карту и выход у нас от команды. Ред Резерв на Б-плэн, более-менее удачно, правда есть минус от Снэппи, но и конечно же будет выбивание уже в большинстве для Хероик. Решили здесь Ред Резерв очень просто сыграть. Запушили Б-плэн, бомбу поставили, потеряли одного Хампу, сделает минус по Юге. И ретейк пока не складывается, но Снэппи делает минус по Хампусу и выход с шорта массивный просто от героек. Макелелия забирает Снэппи, это игрок был в кухне, тут же пушится кухня, Расти на плэнте делает минус, проблемы у героек огромные, Расти. Просто отличный в очередной раз розыгрыш от него, он здесь сделал ключевые минуса при обороне плэнта. Ну ты знаешь, вот героики все имели вроде как для того, чтобы выбить Б-плэнт, и в принципе действовали правильно, с точки зрения того, что 3 шло с шорта. Ну вот единственное, что 3 многовато, там в принципе двоих хватило. Но здесь бы я еще отметил грамотный мув от Ред Резерв, по-моему это был Майкелелия. Он понял, что один игрок в кухне сделал минус и пропушил, сразу же занял эту позицию. То есть если бы не справились его тиммейты даже на преобороне плэнта, то Майкелелия в любом случае имел хорошую позицию для конца этого раунда. Ну в любом случае, как уже я отмечал ранее, Расти просто великолепно оборонялся и собственно сделал два минуса. Моди на скейте вылетает, делает минус по Хампусу, тут даже вот и не понял, как это произошло. Очень резко, очень неожиданно вылетел Моди, сделал минус и подобрал уже калаш. А вот это вопрос, стоило ли вообще Хампусу идти в соло с калашом на Бэпленд? Может быть, реально ключевая ошибка и в этом раунде реально как-то вот очень прям выбежал и неожиданно дал по голове, может быть даже тем самым скейтом, на котором выезжал, потому что влетает голова, влетает еще один патрон. И уже Хампус мертв, эстакс, деглом на руках, героики пока что имеют два девайса. Один Калашников, один Юмпи, сорок пятый, Юге с Чешком, по-моему, вообще только его и купил. Да, 1550 у него имеется на руках, поэтому рассчитывает он на снайперскую винтовку, хотя если в этом раунде ребята из Хероик возьмут раунд, то что может получиться. Снайпи оформлять яму одного-второго не получается, правда стреляют по Келеле очень красным, Релакс уже пробирается, хочет в Хелпека вот найти, тут же еще и Смог падает, который не дает вижна абсолютно игрокам команды. Хероик и спинка, и стак выбивает, даже не чекает у позиции. Три-в-три, три-в-три, но по-прежнему еще есть Моди, который может раздать и раздает пока что в голову Фредди Фрогу Релакса. Находится возле головы, под ней, там Хелпи, есть еще один игрок, мы Келеле. Нашивает и попадает, правда это Юге, делает фраг, и только один Релакса в живых, Юмпи сорок пятый работает, но не против Юги. И вот он раунд, вот они два девайса, подаренных, и вообще раунд подаренный команде Хероик. Это было, конечно, мощно. Ну, во-первых, Калаш, во-вторых, ЦЗшка, которая была у Юги, ее передропнул Моди. То есть Моди сделал минус, подобрал Калаш и отдал свою ЦЗшку, с которой он сделал минус по Хампусу. Отдал ее Юги, и Юги в итоге сделал еще два минуса. То есть тут, конечно, Героик отыграли максимально хорошо, молодцы. Взяли Форсбай, но, наверное, стоит отметить и отданный Калаш, и в целом вот этот вот выход на А вроде как был неплохой, да, 3 в 3 они там разменялись. И, в принципе, там можно было забирать этот раунд, но пришел Моди с Калашом, все с тем же, с тикетбокса, и сделал ключевые минуса. Редрессер сделает Форсбай, закупается, покупает дыму, покупает молотовый, и тут уже два минуса. И Снапи, отличная позиция под коврами, против такого вот суха Дэндиам, и заливает С-Таг на 30. В итоге делает свой второй минус. Героики, ну, довольно легко справляются с Форсбайом команды Редрессер. В Смаки протопили, по итогу нашли один фраг, и потом еще и Снэпи начал раздавать. 2-1, да, реально очень легкий раунд для Хероик. Теперь же полный экономический, даже без пистолета каких-либо, только яспы, одни на руках, и более ничего. Должны вываливаться с одной из позиций, выбирают Миддл, ну и Юги готов, но, правда, нет, не готов, простреливает, но сам боится получить пару волшебных пуль в голову. Юги еще хочет выйти, получает только 9 дэмэджа, тут же Снэпи снова начинает гонеглировать команду, взрывает еще и Релаксу. Юги, двоих уже минусует, третьего получается и четвертого в полете, также Юги, Квадрокин в этом раунде, но снова, опять же, очень просто, вышли в одну позицию, тут их встречает 2 девайса, и вот так вот все довольно легко вывозится, еще и только никого не теряют. В прошлом раунде одного, в этом никого. Изи. Покупают принтовки Редрессер, что у них по АВП, АВП нет. Есть хороший набор по гранатам, мы смотрим, что будут делать. Юги в окно, смок на старт, Юги нашивает, там пока никто не выходит у команды Редрессер. Два игрока под Б, кстати, вот это неплохая комбинация, словить игрока, а вот Моди, Моди, здесь уже ошибается. И вот видишь, сейчас Хампус пошел со вторым, вот это же нужно было сделать в том раунде, который они отдали экономически. Здесь вот Редрессер, в частности Хампус, сам проанализировал свою ошибку, и видишь, вот уже на первом оружейном решили сыграть такую комбинацию, выйти вдвоем на стрельбу, подловить как раз-таки игрока, который, возможно, будет действовать агрессивно. И Моди, особо не откидывая гранат, открылся и его подловили. Теперь Редрессер меняет свое расположение, двигаются они в сторону точки А, Фредди на коврах в соло, ну и вот 4 игрока в яме. Сейчас будет раскид, дымы, стандартный раскид, можно сказать, и выход на точку. А у Снапи хорошая позиция, опять же, видит тень, сразу же фраг в ответ, ситуация 4 в 4. И сейчас наверняка уже команда из шведской будет читаться. Как же круто играет Снапи, еще скидывает гранаты, делает еще один минус. Релаксов, все-таки разменивает, а так закрывает с собой коннектор, но там никого не будет. Выход через яму и ковры у шведов. А вот может быть не хватило одного игрока именно на коннекторе, который бы мог бы выйти, и еще, с одной стороны, тоже разрулить ситуацию. Правда, там, да, ИСТА контролировал, если бы и убил, тогда бы вообще был раунд изи. Будет выбивание. В 3 в 3, правда, 6 кп, 32 погибает. Сто хиповый игрок команды Ред Резерв, отваливаются еще и Релаксы. Только один Майки Лели, который уже перемещается на коннектор через Теревский спаун. Ну, в одного здесь, вероятнее всего, прочитают. Айпомб, кстати, вообще не под него. Он фраг делает, но Юги на размене выходит. Есть диффьюз киты, которых у Херойков было 4, а может быть даже и 5 наборов. Но, опять же, раунд крайне сложный, наверное. Но как же отыграл Снепи? Отличная стрельба, сделан минус 2, но все-таки не отпустили. Если бы он еще и ушел, тогда бы вообще, наверное, у Ред Резерв шансов бы не было. Да, очень хорошо. Ты играл в Снепи, в частности, закрыв с собой Яму. И он обрубил полностью вообще возможность команде Ред Резерв реализовать свой потенциал. И нужно, опять же, напомнить, что был энтрифраг для Ред Резерв. Они были в большинстве. Но решили собирать такой вот раунд прямолинейный. И все свелось к тому, что через один узкий проход их не выпустил Снепи. Ред Резерв покупает UMP 4 Калаша. Стоят ближе к Б-Пленту. Хампус один в Мидле, прилетает Смог. Макелелли немножко открывается вперед. И Макелелли увидел их на бенче. Стреливается с ним. А вот что дальше? Стоит пока Ред Резерв. Хампус в Мидле по-прежнему. Ну вот что шведы будут делать? Бомба. Просто идет флешка в Плент, летит. Просто вылетает там Фредди Фрок. В итоге Нико забирает его. С-так делает минус по Хампусу. Тут еще и даже по Моди нет информации. До сих пор Моди в итоге забирает релаксу. Юги. Вот вообще не по... Смысл и рисунок раунда я вообще не понял. То есть я... Я... Я леваю его. Что происходило? То есть стояли, стояли, стояли. Появилась информация. То есть их уже спалили, что они стоят в Пелосе. И тут как бы видимо Фредди Фрок понимает, что... Ну у нас же уже как бы есть инфа по нам. Я пошел. В такой раз катапультируется, Нико уже стоит в ступы, делает минус. То есть там даже по позициям команды Героек было видно, что они читают Фредди. Надо... Надо успокоиться. Мне кажется немножко Майки Лелли и компания. Вот знаешь, у них не пошел старт этой игры. Сейчас они вот отдают очень сильное преимущество команде Героек. Посмотреть на деньги там все очень хорошо. Через раунд два там будет еще все лучше. Поэтому, может быть, даже стоит заколить паузу и попробовать как-то, не знаю, сбить темп, успокоиться, поиграть медленнее и попробовать что-нибудь, не знаю, вообще попробовать по медлу поиграть, например. Мы видим пока Яма, пока выход Б-Пелос. То есть медла не было, особо не работали там все эти позиции. Ну там, да, был экономический, который тоже там ни к чему не привел. Но Red Reserve и пауза — это вещи несовместимые. Видели мы только одну паузу за, ну, уже третью карту. То это была первая карта Детрейн от Хероиков, где они реально подумали, поговорили, использовали все время, которое было им предоставлено, и в итоге дожали Детрейн, смогли откомбетчить и выйти на победный для себя счет. Но вот для Red Reserve, по-моему, пауза — это что-то мистическое, абсолютно. Ну, опять же, вероятно, простой раунд. Freddy Frog, правда, дает ответ, но Снеппи тут же разменивает и своего тиммейта. 6-1, еще один простой раунд для Хероиков. Денег там 10 тысяч, 10 тысяч. Red Reserve нужно очень много компетчить, притом подряд против девайсов раунда 2 точно придется им против девайсов отрабатывать. А если там еще и сейвы будут, то Хероики могут так же пойти и просто не допускать Red Reserve до плентов. Потому что... От кого пауза летела? Подождите, подождите. Ну, я так понимаю, пауза от Red Reserve, то, о чем я говорил. Надо взять паузу, вообще немножко успокоиться, перестать гореть там и перестать делать дичь. Потому что команда Red Reserve, мы видели, может играть медленно, и может показывать интересные решения, нестандартные. Поэтому надо просто немножко успокоиться. Это первое. А второе, вот, хотел сказать, что есть, существует ряд игр в Counter-Strike, когда вот начинается все в таком сценарии. Команда берет пистолетный, потом проигрывает Force и поддает большую серию раундов. Вот несколько раз вот так вот Na'Vi не выходили из группы на последних турнирах. Вот так вот проигрывали игры, когда им постоянно сбивали экономику. Они там взяли пистолет, или там взяли там Force, потом отдали оружейный раунд. То есть как-то вот так вот. И такие истории очень сильно вбивают экономику и вообще настрой на игру. И надо все-таки успокоиться, успокоиться, проанализировать и как-то включаться в этот мираж. Потому что пока действительно Red Reserve сами на себя не похожи. Ну вот я показываю ребятам фидбэк, где команда Red Reserve, в частности, Хампус просто сел, схватился за голову и ничего не говорил абсолютно своим ребятам. Просто думал. Хотя, возможно, и говорил, просто мы этого не видели. А вот у Херойка все хорошо сидят. Правда, тоже лица не веселые, но все-таки они сосредоточены на том, чтобы побеждать здесь. У них это пока получается. И опять же, Red Reserve использует полный запас своей паузы, а именно 120 секунд уже через 10 секунд начнется раунд номер 8, где с этой идеей должны Red Reserve возвращаться обратно и показывать нам, что же они надумали, что же вернет их в этот строй, где они могут подкомбейчить, либо же просто ничего не придумав, Херойки будут добирать вполне логичные браунды и карту The Mirage. Тут еще сейчас шведам предстоит такая история. Два авика играют в дефенсе у героек. То есть, во-первых, надо собрать информацию по этим авикам, чтобы понимать, где они, какие позиции удерживаются. Ну, можно проанализировать по стандартам, а можно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как же, по-моему, не ожидали этого Red Reserve. Просто героики после паузы своих оппонентов делают пуш в мид и стакс калаша великолепно, просто забирают двоих игроков из членского коллектива. Да, после такого можно поплыть, конечно. Тут очень неприятно. Начинается восьмой раунд для команды из Швеции. Ну вот, чтобы не придумали Red Reserve, вся их тактика разрушена была одним игроком. Хотя и вроде бы ждали, там просто не попадал. Майкель, да, был со снайперской винтовкой? Я вот что-то пропустил. Потому что он выходил, уже целился, выстрелил. Не успел выстрелить просто-напросто. И потом еще второй фраг. Хотя была уже информация, что, дружаня, там уже есть товарищ, давай убиваем, но, по-моему, там тоже и стак потерял только 26 хп, один выстрел, а дальше не пошла ни стрельба, ничего подобного. И теперь же нужно в меньшинстве Red Reserve разыгрывать ситуацию. Будет у нас сприт на Аплент, 1-1-1. Спиной заходит в коннектор Хампуса, и стак его за это наказывает. Трипл уже есть на коврах. Отваливается? Нет, не отваливается. Все-таки есть фраг и отрасит от Фредди Фрога. Остается Фредди Фрог, 17-хиповый. Есть еще трипл от эстага, но он уже погибает. НИКО с Дельпана. Его уже ждет, по-моему, Фредди Фрог. Открывается, и какой же хороший зажим от НИКО! Помба была все-таки поставлена, он все-таки раунд уходит в команде Хероик. Ну и герой раунда, соответственно, эстаг вместе с НИКО, которые, опять же, на двоих растащили всю команду Red Reserve. Но мы даже идеи не видели, которые хотели нам показать Red Reserve. Она просто закончилась. Хотя, судя по тому, что они показали потом, это был просто сприт А. Через три точки. Возможно, такое было запланировано, хотя, если они бывали вдвоем на МИД, может быть, хотели сделать подсадку в окно, которое мы еще тоже не видели. Занять вот этот вот верх-низ эту лестницу тоже. И попробовать отконтролить шорт. Ничего пока не показывали Red Reserve в атаке, но... Один раунд, и тот пистолетный. Ну, такой себе. Ну, они там даже не дошли. Вот в прошлом раунде была... Хампус был в андерпассе, и была задумка с выходом в аппер-мид на старт, и было это видно. И, возможно, да, действительно, хотели сыграть через мидл, но вот там случился эстаг. Два ВП. То, о чем я говорил. В принципе-то, Red Reserve, наверное, даже не успели оценить. Сетап своего соперника. Было ли там два авика. Вот, надо собирать информацию о том, как они стоят. И, конечно, потом сразу думать о том, как бы их законтрить. Ну, по дефолту, по стандарту, одно АВП стоит на течет-боксе, второй где-то может на Б стоять. Либо, опять же, тут может быть АВП и на джангле играть в окне. То есть здесь иногда даже на шорте. Эстаг заметил игрока в коннекторе, только как-то зажал сам себя в угол. В итоге Расти совершенно не нанес демеджа. Ну, 10 хелспоинтов, только забрал он у эстага. И вот эстаг делает еще и минус по Хампусу, которого подсадили в окно. Снапи минус по Релаксе, который выходил из ямы. Эстаг забирает еще одного в коннекторе. И все очень и очень плохо для команды Red Reserve. Ну, вот вообще ничего не могут сделать. Просто ничего никак не получается. Вроде дошли до таких позиций, вот только что, да, с которых можно что-то построить. Там джангл, коннектор, яма уже была готова выходить. То есть можно было что-то нарисовать. Ну, вот мы видим, что героики, да, даже играя пассивно, играя в закрытый такой дефенс, отдавая пространство, давая там условно тоже окно, тот же коннектор, тот же миль, все равно героики оказываются сильнее своих оппонентов. Просто, да, по стрельбе очень видно, как Red Reserve отстают немножечко, хотя мы видели, как Red Reserve буквально в прошлой карте, а именно Freddy Frog, Relaxer, Hampus, временами Майки Лелли с Расти, но очень слабыми временами, показывали нереальную стрельбу, показывали чувства, ну, не те, которые... чувствовали просто не игру. Они чувствовали тайминги, они выходили, они делали невероятные вещи, но сейчас у них на мираже не получается абсолютно ничего. Может быть, в защите пойдет совсем другая игра, стрельба, но пока в атаке ребята из Швеции вообще просто не показываются, они не могут предъявить ничего, кроме того, как сделать сейчас небольшой форс, оставив деньги себе на следующий раунд, и потом попробовать разыграть еще. Может быть, и Freddy в этом раунде сделает пару минусов, влетит брат, влетит Hampus, где-то, опять же, неожиданные позиции для Херойков, но пока это опять Б-ковры, и опять, возможно, постоят, подумают, палятся, и как это было в одном из раундов, там даже полетели гранаты не туда, куда хотелось бы, Смоук, Моди все палит, но и теперь уже дело техники. Ника выходит со смока, ну и вот... Ты знаешь, вот неплохая идея была выйти на Б, но, опять же, было видно, что героики читают это все. Они по позиции Ника, который играл в шорте, а Моди на машине, и он все время чекал, и они откидывали с каким-то интервалом времени, откидывали гранаты, было видно, что они готовы к этому. И здесь вот на месте Ред Резерв я бы лучше поработал не со смоками, а именно с флешками. То есть не было... Вот даже в играх других команд Ника делает выпад в начале раунда в окне, забирает Майки Леля, там очень быстрая попытка была... Да не быстрая, а, собственно, это уже не попытка, уже занялись игроки из Швеции Мидл, но потеряли Майки Леля, и есть позиции, с которых, наверное, можно откидать гранаты, вот Релакс в частности, но вот что дальше? Есть меньшинство, а вот большинства бы раздобыть было бы очень неплохо. Расти откидывает Молотов в окно сейчас полетит, смок уже был в коннекторе. Ну, ребята, на шорт пора заходить, судя по всему. Да, под флешку идут на шорт. Да, там еще и смок не позволяет херойкам пропалить ситуацию, хотя слышит уже, и Моди готов выезжать по головам оппонентов. Моди прослевать одного-второго не получается. Есть у нас на подсадочке Никол, который не палится, правильно делает, собирает информацию, хотя мог бы и не погибать тиммейт. Есть фраг по бомбкерри, но в спине уже был Расти, который также оформляет оппонента. И один в один Снэппи против красного Фредди Фрога, 25 хп имеется у него, но Фредди уже настрелил целых три фрага. И Снэппи имеет ли информацию, что, возможно, последний игрок атаки, ну, очень битый, и можно выйти с пистолетом, при том, что есть флешка, можно разыграть это все более-менее... не то чтобы уверенно, просто как-то более тактично, но все-таки ждет. Ждет, пока будет какая-то информация, но свапнул девайс Снэппи, и уже Сэмкой в руках ставит хэдшот и точку. В этом раунде херойки берут для себя десятый 10-1 Red Reserve. Пока ничего не могут, денег у них снова не имеется на полный бай. Да, есть 4300, 4200, можно закупиться, Галилы теки, но решают делать просто тек плюс гранаты и один дигл. Да, железный дефенс от героя, конечно. Даже видишь вот такой ситуации один в один, тоже здесь не везет. Хотя сложно назвать невезением в этой ситуации, там Снэппи действительно сыграл очень круто. Вообще он, собственно, не дал никакого шанса Фредди на то, чтобы взять этот раунд. Потому что у Фредди там нужно было и бомбу поставить, и как-то вообще понять, где его оппонент. Хотя вроде как он мог оценить ситуацию таким образом, что его оппонент находится в маркете. Экономический раунд от Red Reserve. Теки. Дигл. Есть флешки, есть смок. Но нет уже Расти. Юги на... А где Юги, кстати, минус дело? Я так и не понял. Ника забирает Макелеля, нам показали просто на тикетбоксе снайпера. А высокий хампус и Фредди Фраг. Что происходит? Алло! Со всех сторон просто запушили. У нас обсервер просто не успел даже среагировать на тот экшен, который происходил. И Red Reserve берет эко-раунд. Ну, ребята, вот после этого можно проснуться, и нужно, конечно, как-то уже повеселее играть. Показали здесь Red Reserve то, что в таком совсем отчаянном... Не отчаянном, отчаянии. Да, в таком состоянии, когда уже вот как бы нечего терять, и они что-то могут. И, возможно, появится сейчас у шведов вера в себя. Но это такая раскрепощенность, когда реально тебе уже не о чем думать, как сыграть раньше, но Юги просто выходит на окно, и во флэше в Смоук ставит Фраг по Релаксе. Такое просто не контрится. Это уже второй такой Фраг, где сначала погибал Макелелли, теперь уже Релакс, а правда не от Сайпера там, а от Моди, который зажимал из окна. Это просто везение, это тетка удача, которую поймали Херойки, не знаю, там за шкирку и просто тащат за собой. 10-2. Преимущество в этом раунде. Реально, Red Reserve могут после поражения в этом раунде. Если говорить про Херойку, то у них экономика там до окончания всей половины есть. А вот Red Reserve ресетнут свою экономику полностью, то есть у них будет там по 2000 максимуму. Нет, хотя у них там есть твоих деньги, но Снэпи снова в этой позиции на коробках делает очень больно. Фредди Фрага столет его крайне битым 15 хп. Всего лишь имеется, Хампус тоже треть где-то уже потерял, но и Хампус может выйти на Б-Плэнд. Есть там двое игроков, но опять же, попробующий пройди Моди. Тусуется, там же еще и в Хелпе. А Нико, вот и Нико работает, вот и Моди замечает оппонента. И Шартов там вроде уже Хелпа какая-то переменит. Нет, это не Шартов, это все ковры. Все ковры, но Моди, как в тире, хочет выиграть Мишку для своих тиммейтеров, и все-таки не получается у команды. Red Reserve ни черта. Это 1-1-2, и Херойки, ну, растоптали просто Red Reserve под подошвы. Да, читали, в очередной раз читали, в очередной раз читали. А что касаемо мида, то там выигрываются просто все перестрелки команды героек. И в начале раунда, и всегда абсолютно. А еще хочется отметить Снэпи, и вообще, да, сказать о том, что вот человек показал позицию в яме, с которой он всегда делает фраг. В каждом раунде, каждая вот такая вот позиция всегда вознаграждается фрагом. Именно от Снэпи. Мы помним, он там с UMP работал, он там работал с Эмкой. И опять же, нужно понимать, что Снэпи заходит на эту точку не в начале раунда, да. То есть нужно отметить, что это не просто в начале раунда зашел в раннем тайминге и занял эту позицию. То есть он занимает ее в середине раунда, когда это максимально неожиданно. И, как мы видим, постоянно делает там фраг. 11-2 проблемы для Red Reserve, конечно, то, что они отдали, получают рассет. Снэпи на хорошей позиции под коврами, делает минус, по релаксу нашлось еще одного. Вреди фраг отвечает, в итоге Хампус так забывает его на джангл, делает минус, но тут Юги. На тикетбоксе забирает Расти, достает ЦЗ-шечку и под смок. Отличная работа от Юги, он забирает вреди фрага Хампус. Один пытается что-то сделать, забирает Нику, но, опять же, большинство от героек подлетает холпа. Забирает 12-й раунд и Red Reserve, судя по всему, будут еще раз форсить. Не задалась третья карта для шведского коллектива, датчане показали уверенность, потом проиграли пистолетку, напомню, и потом просто в салат взяли 10 раундов. Вообще, это, кстати, я сегодня видел на ГГБ, где там есть возможность поставить на стрик в 10 раундов, представляешь? То есть можно сделать... Ничего себе. Да, и там Кэф что-то около семерки, не помню. Много, очень много. Фредди делает минус по С-тагу. Тут просто тот самый Вася с тэком врывается просто до Джангл, забирает двоих. Расти также минус по тикетбоксу и 5 в 2. Вот Red Reserve опять, видишь, в максимально тяжелых ситуациях берут, судя по всему, раунд. Так и посмотри, все раунды, которые они взяли, это первый пистолетный, это потом экономический, и сейчас снова ребята на полный форс. Только пистолеты врываются на плент, раздают головы и 5 в 0 выигрывают раунд. Чё-то мне намекает это на то, что, может быть, Red Reserve стоит играть только с пистолетами? Три раунда абсолютно точно только с пистолетами. Это невероятно. Это уникальная ситуация на самом деле. Такое происходит, я такое видел, но это происходит очень редко. В одной игре там из 30, наверное, из 40, может быть, даже. Довольно редкая история, честно говоря. Ну и теперь же либо камбэк для Red Reserve, при том, что им нужно прям кровь из нас убрать пистолетный раунд, иначе это будет очень плачевно для них, потому что там 13-14 против форса, и, вероятно, потом еще будет форс, но там уже 15-3, вполне реалистичные цифры, которые мы можем видеть на табло в третьей карте. Деймираж, еще раз напомню, что уже в гранд-финале DreamHack Valencia команду, победившую здесь, ожидает Ниндзи в пижамах, а это команда, которая уже была, наверное, многими приурочена победа в этом турнире, так что придется любой команде из этих двух потеть, но больше, конечно же, ожидаем там Хероиков, это будет логичный финал, гранд-финал этого турнира, но как будет на самом деле, мы посмотрим, если это будет камбэк, и я буду просто рад за коллектив Red Reserve, вот и все. Да, но ты будешь рад только после того, как они вытащат эту карту. Нет? Нет, в принципе, нет, если начнут камбэкчить и будут уже приближаться к тому же счету близкому хотя бы, там, не знаю, 12-9, 12-8, это уже будет камбэк, это никакой. Ну да, да, согласен. Да, и вообще они молодцы, для такого коллектива выход в такую стадию, это очень круто. Три в три. Есть диффузы, есть диффузы у Relax, отдает немножко инициативу здесь один из братьев на тикет-боксе, ждет, судя по всему, своих тиммейтов, ну и вот там до сих пор в шорте еще стоит Фредди Фрок, и проблема для Фредди в том, что Юги сидит в окне, а Моди на планете забирает Relax, дальше живет, дальше живет, Relax и перестреливается с Моди. Моди играет максимально аккуратно, при этом Майки Леле делает минус по Моди, я все-таки перепутал там игрока. Фредди с Майки Леле два в два, есть инфа по джанглу, Фредди забирает Юги, Майки Леле просто наморозит и фузит, да! Аааа, это пистолетка в актив команды Ред Резерв, НИКО забирает Фредди, но Майки Леле еще и делает заключительный минус в этом раунде, и Ред Резерв берет пистолетку. А вот теперь вопрос к морально-психологическим качествам. Хватит ли сейчас бензина? Потому что первый шаг для камбэка команда Ред Резерв сделала. Ну, возможно, пойдут на 40-градусную, если не хватит топлива, на которое мы не ехали, потому что и так уже, ну, три раунда, при том три таких неожиданных и для них самих, наверное, и для зрителей, и для нас с тобой в том числе. Но посмотрим. Опять же, две пистолетки из двух берут Ред Резерв. Может быть, повторится тот момент, что херойки заберут себе афорс, хотя не... хотя могут. Расти 22 хп, минус по хампусу, муха на руках у релаксы, и есть диггл, который Моди может использовать в очень страшных целях против своих оппонентов, но пока вроде нет. Пока еще вроде спокойно. Подсадочка на окно, Моди будут запускать в эту позицию. Посмотрит кого-то на хелпе, ах, натопал, спалился, вероятно всего слышал его Брасти, и сейчас просто-напросто ждет, когда же Моди добежит и донесет фраг саму же Расти. А имид попадает все-таки релакс. Еще фраг с ССГшки. Последние Юги... Да, да-да-да. Резервы берут этот раунд. Вряд ли Юги с 46 хп доберет четырех. Ну, это слишком сказочно и не реалистично. Но по итогу 12-5 еще один раунд возможный падает в копилочку Ред Резерв против Эка. Да, ну в следующем уже точно будет байл героиков. Они действуют в этом плане правильно, как мне кажется. Не форсят. Пистолетом бомба была поставлена, делают спокойно одну Эка, и плюс теперь уже в третьем раунде имеют хорошую экономику. Пять калашей. Наверное, прогнозируемый сетап. Вряд ли здесь кто-то себе бы нафармил на АВП прям в атаке. Да и, ты знаешь, я считаю, что в атаке на любой карте можно начинать играть без АВП. Это не критично в дальнейшем. Возможно, когда вам нужно придумать какую-то альтернативную историю. Это да. А герои-кто вот как играют. Подходят под Б. Юги тут играет на грани фола, пока он так как-то в авангарде с атаки своей команды. И тут дальше. Стоят пока героики. Есть подозрение, судя по всему, у Майки Лели, что под Б здесь тусовочка. И Майки Лели не отпускает точечку и не отпускает голову Моди, но при этом Юги пристреливает в Редди Фрога. И Майкель здесь один. Выход от героек. Есть инфа у Майкеля. Он все-таки справляется с двумя. Какой же отец Майки Лели при обороне Б-планта. Три в два. Ситуация для Ред Резерв. Ну и расти. На кухне подбревают Ника. Теперь уже два в два. Релакса с мухой, но вероятнее всего свапнет свой девайс. На более серьезный есть диффьюз киты, есть два молотовых флешки. Все, в принципе, для Ред Резерв. Здесь неплохо. И хампус еще перестреливает Ника. И только один эстаг. Без бомбы. В спину мог бы забирать Релаксу, но тот вовремя отходит. Там был небольшой просвет. Еще и молотов не дает. 14 хп. Чуть не сгорает эстаг. И по итогу 20 хп. И 54 против 14. Эстаг уже на шортах будет пробовать свою удачу. Тянуть за хвост и за уши. Эстаг, палец и релакс мог бы сейчас сделать свой фраг. Но тут хампус уже имеет хорошую позицию. По итогу 12-6. Все-таки справляются Ред Резервы. И теперь же удачан денег снова не имеется. Будут по 250-й, Тег 9-ю снэпи. Ну и в принципе все будет в таком ключе. Поэтому седьмой для Ред Резервов. И вполне возможно, что после следующего девайса на выигранного это уже будет реальный камбэк. Ну посмотрим. Тут камбэк, не камбэк. Надо максимально аккуратно отыгрывать в каждой раунде. Вот Макелеля сыграл хорошо. Сыграл хорошо. И тут наверное еще в принципе повезло. То, что они вот решили не каждый дефенс, не каждый дефенс на Мираже на ранних таймингах вдвоем стоит на Б. Очень часто кто-то отходит в шорт, начинает там заигрываться в мидле, там занимает ладер-рум. Игрок защиты я имею в виду. А второй стоит там в Соляново на машине. Знаешь, там вот. Или где-то там в плынте. Условно. И вот так вот героики, задача ж какая в атаке там выйти с калашом? Сразу подловить кого-то, да? Словить какого-то загулявшего. Помнишь, как Ред Резерв словили Моди в первом оружейном раунде? Да, да. Даже не в первом. Ну, то есть была такая история. Да. То есть с Чешкой это он сделал минус. А потом следующий оружейный, Ред Резерв пошли вдвоем. Я еще говорил, что Хампус там с кем-то они пошли вдвоем и сделали минус. Вот. Парно выше, да. Здесь была задумка такая же. И если бы Майкель на самом деле в натуре в натуре по правде говоря пошел в шорт и там в ледеру то все могло закончиться намного хуже. А в итоге он остался под выходом и сделал три минуса. 12.7 есть закуп опять от героек. Героики ну, не знать. На раунд два и можно уже начинать волноваться. А можно начинать. Хероики по-прежнему без снайперской винтовки. Может быть накопят себе за счет лустрюков или поставленных бомб на этот девайс все-таки уже нужно давать юге АВП чтобы где-то отстреливать возможно и какую-то аркаду. Видели мы и в миде от героиков что-то подобное где Ред Резерв вообще этого не ждали после паузы. И плюс еще у героиков есть пауза можно поговорить обговорить все что угодно тем более им нужно всего лишь три раунда чтобы выйти хотя бы на матчпойнты уже для себя то есть не так много экономика у Ред Резерв там конечно тоже неплохая не буду таблиц открывать и не получается у героиков выйти хотя юге забирает двоих в размен после падения двух тиммейтов и более-менее что-то получается Майкель также забирает Ника но правда падает еще и Фрок здесь же 2 в 2 трипл уже для юге ему и снайперская винтовка не нужна он из калаша попадает неплохо я уже говорю это второй раз за вторую карту видели мы и такое где Эйс на экономическом на трейне это конечно было очень сильно теперь же Майкель и Лили и Релакс имеют только киты одну флешку ну и снайперскую винтовку плюс М плюс конечно у них позиции ну в принципе неплохие они сейчас выйдут с коннектора плюс Дель Пан может попробовать Релакс найти в сэндвиче Снэппе но это будет крайне сложно все-таки придется ему открываться первым ну и два в два Ааа Релакс попадает все-таки находит в юге последний остается Майкель и Лили как героик продает раунд боже да лол просто там ой-ой-ой-ой-ой как же закинули героик в этом раунде нельзя было такое проигрывать два в два там кроссфайр и вроде позиции хорошие ну ладно вот сэндвич мне очень нравится точка там конечно убил его ВПшник хотя тоже вопрос мог и не убить но не знаю но вот игрок на джангле получается что заняв хорошую позицию пропустил коннектор да то есть он реально выпустил Майкель и Лили с коннектора а потому что Майкель и Лили это откидывал флешку пытался его изолировать и когда нужен должен по идее вот включаться джангл он получается полностью выключен то есть он вроде позиция хорошая но он должен был как бы действовать первой скрипкой и вообще когда уже идет врыв на плент когда уже убивают его чела на сэндвиче он вообще должен открываться ему там нельзя осиживать по большому счету именно потому что вот динамика розыгрыша 2 в 2 то есть именно только поэтому и время опять же было время пикало время бомба пикало время играло на пользу команде героев не знаю ну как-то ну закинули просто ошибки просто ну вот во всех хотя опять же позиции есть да но именно тот момент когда есть позиция но розыгрыш не очень и я выбивает в ретейке из тикетбокса тоже казалось бы ты если тебя выбивает авп то ты по идее не имеешь права погибать то есть ты должен занимать такую позицию чтобы тебя не могло убить авп то есть как бы вроде сэндвичи не такая точка в которой но вот мы видим что релакс выходит и сразу ее чекают возможно была даже информация вполне может быть выход на плент релакс в смоках я даже не заметил он просто на шару пульнул или какой-то пиксель проскочил оппонент но как бы то ни было нико уже отъезжает у нас в коннектор проходит один из кроков атаки бомба ставится под коннектор снэпи пока еще долго думает и может сейчас погибнуть снэпи погибает хампус вместе с релаксой забирают двоих и героики в меньшинстве это было что-то почему не под коннектор но у тебя же там тиммейт стоит и можно было и хелкут уже занять и в спину еще хампус добивает моди последний юги он на б-плейнте времени 10 секунд нужно сейвить хотя бы калаш что это было как героики так плохо заходят и теперь уже просят паузу снэпи ну потому что реально нужно поговорить сколько раундов взяли в атаке героики правильно ни одного ни одного еще и после окончания времени погибает юги оставляет без экономики его макелели двадцать девять ну нужно не то что говорить нужно кричать друг на друга что ребята что вы делаете почему как так это невообразимо просто хочется что-нибудь сделать ну надо успокоиться это точно две минуты как раз нормально 120 секунд вообще хорошо и о чем вообще говорить не хватает возможно даже уверенности не хватает уверенности какой-то попробовать поиграть не знаю сплитом на Б они что на самом деле один раз попробовали и больше попыток вроде как на Б выход не было то есть там был пистолетный и потом оружейка и их там закрыл майкелели и они как-то после этого решили что на Б они больше ходить не будут ну не знаю то есть попробовать наверное нужно миддл окно постараться вообще шорт как-то вот навязывать драку в шорте попробовать там окно обузить героиком и возможно опять же я бы не отпускал возможность ну попытку даже не отпускал бы попытку сделать все-таки фраг на Б вот в Б пелосе штана пока действительно и релакс упрет и все как бы хорошо справляйся ред резерв надо кажется мне больше экшена на Б ну может сейчас попробуют может сейчас попробуют героик выходит в миддл Хампу что за вакшот как же так просто два патрона и на тебе в голову сразу отлетает Юги ну и вот есть там игрок в андерпассе Хампу закрывает молотом нижний выход позиции опять же в мидле тоже открытые у команды героек вот это сложно будет это да мишен импосибл при том на много-много процентов импосибл но херойки может быть повторят успех ред резерв в трех взятых раундах за атаку именно с пистолетами Расти находится у нас на коннекторе забирает его выбивают вместе сей гурьбой но у них все-таки делает свой фраг есть калашников релакс у нас находится за боксом ну и в принципе пока он не читается прошивает снэпи теперь уже ой-ой-ой-ой как больно Макелелли делает два минуса третьего так же забирает бомба стоит но это не раунд далеко для героик это только лучший вариант исход они убили одного если бы еще девайс Мори засавил было бы конечно им поинтереснее но сейчас это просто бомба и отлично отработал Макелелли который сделал трибл нам правда это не показали опять же спасибо но такое бывает потому что неожиданные позиции где вываливаются игроки и начинается просто смертоубийство на самом-то деле но посмотрим как это будет в раунде девайс на вновь не берут снайперскую винтовку героик вновь игнорируют полностью этот девайс юги ну почему если у тебя с рифлами нет игра ну возьми эту снайперскую винтовку ну попробуй где-нибудь отыграть с ней хотя бы разочек конечно есть преимущество в два раунда но что-то не хватает возможно именно АВП не хватает героикам а возможно они считают что у них как раз и проблемы не из-за отсутствия АВП ну что же может быть такое смаком изолирует Хампуса в окне ну хотя да я бы наверное все-таки рано или поздно попробовал бы авик то есть тут знаешь вопрос даже в том что сам юги как снайпер должен сказать ребят ну я хочу вот сейчас пойти там наказать дядю с плеткой короче дайте мне пожалуйста палку я пойду поработаю может быть даже знаешь чисто проявить инициативу и уверенность ну что уже есть позиции в коннекторе довольно рано чуть ли не в минуту 20 героики заняли эту точку ну вот это что такое он стреляет ему в руку он стреляет ему в руку убивает где справедливость поэкилеле под флешку делает вы по стояму юги нико по минусу проблемы у ред резерв на точке а здесь только релакс находится на тикетбоксе хикампус сбывается с шарта я так понимаю или с джангла делает минус по снапе но нико отвечает и меньшинство для ред резерв и возможно первые раунды героиков ну если в юге влетит хаешка она влетает отличная хаешка прям вот прям по траектории прям за бокс это было очень здорово но 2 в 2 фредди фрок находится на окне забирает нико который хотел пробраться в коннектор и теперь только один моди с а ковров против фредди фрока не перестреливает ой-то как же залили опять 3 в 2 ну почему не везет вообще не везет наверное уже можно говорить о каком-то везении невезении ну не знаю не знаю когда вообще вот такие вот розыгрыши 3 в 2 2 в 2 3 в 3 это надо знаешь вот есть такой ретейк мод вот такие вот есть розыгрыши когда ты выбиваешь и удерживаешь планты тут конечно надо их играть надо понимать и чтобы оценить всю динамику насколько правильно или неправильно было сыграно потому что иногда знаешь вроде есть хорошие позиции но вылетает там человек с эмкой да и вот в стрессе просто убивает или там ну делает вот какой-то нереальный фраг и таким образом он переворачивает раунд и ты вроде как и правильно сыграл но тебя просто там без шансов убили потому что ксго может исполнить такое можно и в прыжке кому-то тоже поставить поэтому тут конечно ретейки ретейками но все-таки иногда видимо присутствует какой-то фактор везения проблемы для героек все те же ни одного раунда в атаке все очень и очень плохо для датчан нет но были близко и вот теперь уже юге как ты опять же подмечал возможно стукнул кулаком по столу говорит ребята беру АВП сейчас затащим и может быть этого реально не хватало потому что юге неплохой снайпер да в каких-то моментах или в каких-то картах он просто отваливается его не видно он не попадает но такое бывает но сейчас та стадия где нужно уже реально задуматься о том что нужно что-то менять а там Майки Лели прошивает по-моему шаховка вот это очень а это Хампус прошу прощения замечает буквально в просвет небольшой оппонентов и тут же Расти одного второго также при попытке зайти на голову ну что ж такое это Расти третий фраг еще забирает не попадает нет попадает по моде релакса но все равно остается в живых моде и только один Расти сейчас принимает всю команду Ред Ресерф Хероик прошу прощения практически в одного моде уже на головах Фредди Фрок по-моему по нему информация есть по-моему поставится под яму практически но нет это опять же просто развалисс от Ред Резерв что такое почему не посмотрели халпу вдвоем и странная позиция только что у моде была на стейлзи он стоит знаешь как памятник такой со всех сторон на него смотрят стреляйте в меня стреляйте в меня кто хочет и по току и по току 9 раундов камбэка от Ред Резерв без шансов для Хероиков хотя были конечно там какие-то клатчи вот буквально там раунд назад один в один но что-то вот не летит вообще не понятно что просто 5 секунд полчания в память Хероик и их 13-3 первая половина но такое да реально бывает и опять же напоминаю уже наверное раз в третий за все три карты Ред Резерв во всех своих матчах и в иллюминашен и в Десайдер матче обыгрывали оппонентов тоже в Best of 3 и все три карты были 2-1 2-1 все два матча прошу прощения конечно же но вот казалось бы та команда которая слила Нипам в Инферно вообще просто в салат теперь же дает отпор команде Хероик притом довольно жесткий во всех картах не было явного фаворита Майки Лели начинает нашивать забирает Джиуги но в стак в размене все-таки находит Майки Лели 4 в 4 Хампус нет чекающего свой автобус Хампус еще одного но нет второго не получается третий релакс выбивает еще раз и хочет забрать из тага это получается 13-12 Red Reserve разорвали Хероиков напополам да вот он выход на бета тоже провалился непонятно я не знаю я не знаю о чем здесь говорить что советовать что предлагать вообще не знаю вот окно использовали ли окно однажды всего лишь ну по-моему однажды да там не точек не на эко а не помню в ком раунде да было дело не в окне наверное проблема я не знаю уверенность куда-то пропала просто не чувствуют игру я не знаю тут совершенно сложная история для команды героев ни одного раунда все еще Хампус работает делать поэстагу снаппи фрэдди и тут вот видишь все равно смотри вот постоянно ред резерв в большинстве то есть они кроме всего прочего ну именно на планете они кроме всего прочего еще и читают игру героев то есть то что они там выигрывают какие-то раунды там разыгрывают клатч это одно там где-то повезло это другое и при всем при этом да шведы еще и читают героев то есть они постоянно смещаются и двигаются таким образом что они позиционно то есть даже теряя одного игрока тут же восполняется другим игроком эта позиция она закрывается то есть очень часто перекрываются зоны вроде как нет свободных зон куда могут дальше идти игроки атаки ну тут интересно то есть тут как бы уже знаешь они видимо волну поймали я не знаю тут нельзя говорить о каких-то на шифрах это говорит о максимальной концентрации игроков знаешь о максимальном желании победить и просто общении да вот общении и понимании что сейчас надо сыграть сейфово не нужно открываться нужно сыграть на крыску о а сейчас надо показать всем хампус ну как выходит и показывает просто на уверенности знаешь то есть в середине раунда счет 14-12 ты понимаешь что твой оппонент не берет ни одного раунда и ты в середине раунда просто берешь в соло поджимаешь зик и делаешь минус по челику который тебя ждет ну все браво я не знаю можно еще надавать прогнозов типа но команда героек что вообще происходит с командой героек что это психологическая яма что это такое как так бывает вообще вот весь мой комментарий по этому поводу хаешка себе под ноги от Расти но это уже такой момент что Моди зажимает Моди не пережимает абсолютно Молтов полетел Расти хочет все-таки забрать свой фраг Фредди Фрок теряет конечно хампуса но если так тоже погибает сгорает все-таки Фредди Фрок но там Акелеля оформляет Моди бомба стоит но 2 в 3 2 в 3 снэпи перемещается к Тетрису Молтов редисеров выбивает информация по одному есть а вот где у нас бегает с Юги он вообще на Б-планете он на шортах стоит да он с АВП и вот он делает минус по Расти а я тебе еще скажу что Снэпи конечно довольно рано откинул Молотов поторопился в итоге релакса забирает Юги и Снэпи выигрывает команда героек да есть же да видишь ключевой момент установка бомбы на шорт и Юги с АВП но это комбинация это скажем так довольно распространенный мув и Снэпи все-таки рано выкинул Молотов но тем не менее героики берут первый раунд в атаке вот вопрос вопрос получат ли они уверенность уверенность может и получат но дальше вот хватит ли хватит ли сил сейчас взять еще раунд хотя бы но смотри если сейчас героики раунд берут у них есть шансы опять же рад резеров обыграть потому что у тех заканчиваются деньги но расти снова коннектор нет только один минус делает но все-таки информацию дал что есть возможно еще хампус тут же уже в хелпе за смоком стоит и ждет оппонентов но возможно для героик это неплохой размен получился все-таки теряют одного игрока рад резеров и шведы будут играть 2-2 контролят ли мид нет мид полностью под контролем команды героик хотя они там особо ими не пользуются на самом-то деле чекают окно ну и больше ничего не занимает шорты также никто не забирает себе ни одна ни вторая команда бомба находится вообще на терреском спауне при том что чекает эстаг поджимы и четверочка просто на коврах боятся героики реально боятся мы видим как они зажимаются и любая возможность где-то пройти прожать от них заканчивается тем что хампус просто выходит сам уже надоели выходить я выйду сам и все сделаю ребят ну это не серьезно хампус может еще заметить эстага он замечает но фраг не сделает хотя оставляет его очень красным ну и по итогу 3 в 3 можно можно героиком тащить раунд хотя релакса попробуй пройди эту снайперскую винтовку он хотя бы в ножку да попадет тебе ну есть только молотов у юги а юги сейчас с бомбой вот молотов сейчас нужно откидывать на тикетбокс да но очень плохой молотов далеко в смысле но макелеле при этом как-то находит минус по моде как же так ну вот он опять же кривой молотов релакса в итоге свой молотов откидывает на тетрис эстаг заходит на джангл и юги делает минус по макелеле и теперь один уже релакса против двоих есть информация для релакса он знает где один и есть информация по второму потому что тот делал фраг предварительно это был эстаг и он как раз таки делает заключительный минус а вот теперь героик выигрывает раунд меньше на больше и опять же это была а точка да раунд коварный там денег нету какая беда для Red Reserve там денег нет вообще не форсят Это да. И вот два раунда, которые потребовались Херойкам, чтобы ослабить экономику и вообще поднять свой моральный дух, уверенность, что можно точить дальше. Вопрос, знает ли Херойк о том, что у Red Reserve закончились деньги. Это тоже есть, опять же, большая составляющая. Могли бы просто лететь запушить, либо же играть, опять же, ожидая аркады. Но теперь же три чешки, дигл, одна эмка. На следующий раунд денег тоже, вероятнее всего, не будет. И посмотрим, во что это все выльется. Так долго камбэчить Red Reserve, я думаю, что заключением этого полуфинала было бы вполне логично увидеть овертаймы. Ну, не знаю. Это, не знаю. Сложный вопрос. Выход с бомбой, с напи. Падает от Майкелели. Есть информация для всех остальных. Герои к разменивают. И заходят на бэд-точку. И с ТЗ-шкой Моди был на грани фолла. Но все-таки он забирает Фредди, который просто уже не ожидал увидеть здесь Моди на планете. Хампус выходит. Рандомный дигл все-таки попадает. Хэдшот. Есть минус по ниту. Югель отвечает на Расти. Стак забирает Хампуса. Это 15-й раунд для героек. Ну, релакс здесь очень тяжело будет. И героики такое не отпустят. Это уже мини-камбэк от команды героек в рамках этого миража. Да, после такого огроменного пути от Red Reserve, героики все-таки взяли себя в руки. Они поменяли немножечко, совершенно чуть-чуть. Они все-таки начали больше думать, выходить парами. Все-таки вот занимать более удобные позиции. И Red Reserve, возможно, подраслабились в этом моменте. Да, они сделали интересные выпады, делали хорошие фраги. Но все-таки, нет, героики немножко посильнее. Расти оформляет пока что опен фраг в этом раунде. Хэшки полетели. Можно еще релакс, отрабатывать по оппоненту. Флэшка также на хелпу. Можно выйти, Расти кого-то убить. Расти так и делает. В размере падает сам. Ника также оформляет фраг. 3 в 3. Есть и импишка у Фредди Фрога. Хампус уже понимает и дает указание команде, что как бы это А. И можно уже приходить. Но команда героик разворачивается и бежит на таревский спаун. Просто разыгрывая, возможно, фейк-фейка. Стоит велосипеда от команды героев. Стоит ли играть так, как они играют? Вот окей, отошли. Но стоит ли вот здесь ждать просто поджима и вообще какого-то... Ну, само решение по себе неплохое. Но вот идея какая. Зачем сейчас под степом идти на РСП? Опять же, вы сейчас потеряете кучу времени. В какой-то момент Red Reserve сейчас соберет информацию по А. И перетянется на Б. И ваш вот этот вот перетяг смещения через всю карту, оно будет ни к чему. Вот сейчас героики могут вот сами себе придумать какую-то очень странную историю. Но чем они сейчас занимаются? Выйдут они в мидл, окей, останется 30-25 секунд. А потом что, все равно пойдут в коннектор? Или пойдут на Б через шорт? Ну, странно. Я, если честно, не понимаю сейчас героиков. Кто-то смог прилетает на старт. В пяточку просто. В пяточку попал. Так, ну все, есть инфа. Все, через шорт заходят на... Да, и в спину должен был Фредди забирать. В итоге Хампус делает минус по юге. Естественно, понимает уже два игрока Ред Резерв, что это выход на Б-Плэнд. Ну и два в два ситуации. Геройки очень, очень максимально аккуратно играют. И может быть даже это... Может быть нужно было сыграть немножко проще. Тем не менее, смотрим ретейк. Дефузов, кстати, нет у Ред Резерв. Это проблема. Ну, есть снайперская винтовка у Хампуса. Находит он ее... После смерти оппонентов. Конечно же, я так понимаю, что это от юги. Отвалилась. Хампус вышел, прочекал, убил. Ника теперь один в два. Неужели это будет овертайм? И Хампус чекает, но не убивает. Истак, есть по нему информация. Истак начинает просто нервно аимить. И все-таки Майки Леле. Господи, 15-15. Что произошло? Это допы. Это допы. Мать моя женщина. Это допы. Как это произошло? Героики. Ну вот, вот, три в три. Ладно, смотрим допы, короче. Минус уха. Да, а если бы... А если бы Хампус не прощекал оппонента слева? Это был бейзераунд для команды Хероик. Но и сами дача не ожидали, что может быть такое, что вот так ворвется игрок с шартов, со снайперской винтовкой. Даст минус. И вот опять же Хампус. Опять же Кэп выручает свою команду. И да, смотрим допы. Я не могу ничего сказать, кроме того, что обе команды реально показали хорошую игру. Одни баткамбетчили со счета 12-13. Вторые потом взяли себя в руки. 12-3, прошу прощения. Это 12-13. Потом взяли себя в руки. И по итогу Red Reserve нашли себе силы не повестись на то, что оппонента там что-то начали придумывать. В итоге вытащили раунд. Это, короче, поплависимо вообще. Нереальный. Но смотрим, что покажут здесь. Потому что допает немножко другое, нежели основное время. Так что да, хочется прям... MR3 16-ти считай, как я помню. Да, вообще, на самом деле, я бы на месте одной из команд взял бы сейчас прям паузу на старте допов, чтобы немножко успокоиться. Они, смотри, практически не было перерыва, они сразу начали играть. А это может негативно сказаться как на одних, так и на других. Они вот зря недооценили сейчас эту ситуацию. Хотя еще нужно... О-о-о-о-о! Как же это было больно! Снаппи сидел на кухне, варил пельмени, прилетела просто картошка горячая и настрелял там деревяшку. Оппонент и в итоге минус снаппин Да Это Это Макелеля Это просто Макелеля 15-15 Первая половина первых допов По итогу уже в меньшинстве херойки Пробираются игроки Датской уже четверки Занимает центр Может быть пойдут опять же на шорт Еще и бомбкерри тоже смещается На мидл и хочет пройти дальше Ника в коннекторе Может быть реально пойдут, эстаг уже находит трассе Из окна вываливается тут же Кэп не справляется с эстагом, хотя была информация Три в четыре, две снайперские винтовки и эмка Юги также оформляет раз Релаксу и тут уже да Ну нужно идти, конечно нужно идти Все таки им 16 тысяч, ух ты, Фредди Фрока ждал оппонента Теперь 2 в 3 выбивания Макелеля Папочка уже готов идти Да Ну тут конечно переворот очень серьезный От команды героек Они могут выиграть этот раунд, но пока жив Макелеля По-моему непонятно, кто здесь выиграет этот раунд А ребятки что делают? Бомба стоит на шорт, да Да, бомба стоит на шорт Ребятки сделали буш Или не на шорт Они что, рофлят? Нет, не на шорт А они рофлят? Куда бомба стоит? На хелку, походу Да, на хелку стоит бомба Ну это будет печалька Флэш, когда полетела Она тут уже ожидает И... Да ладно! Ника! А бомба не на шорт стояла Бомба на джангл стояла В итоге, ну не важно Как же Юги только что тащит Юги, простите Ника! Героики вот 4 в 5 Очень круто разыграли В итоге зашли на точку А И получили еще после стага преимущество И все-таки вот Опять же, тут вот раунд Ты знаешь, как вот Переходит инициатива От одной команды к другой Постоянно какая-то динамика Ну очень крутая игра на самом деле Приятно, приятно Да, игра очень крутецкая Но такой рандом, конечно, был завезен Вроде пытался поиметь Именно по Диффьюзу Но все-таки там пошел Какой-то вообще нервный спрей По итогу залетает Одна голова, вторая голова Эта игра вообще войдет Не то что в историю Она Ну хотя бы этого турнира точно Потому что Смотреть ее одно удовольствие Как не нужно играть Как нужно играть В атаке и защите Я думаю, что это будет Глубокий анализ От обеих команд После этого турнира Неважно, кто из них выиграет Проиграет Ладно, смотрим мы второй раунд Первых допов Снайперская ментовка По одной штуке В составе каждой команды Релакса и Юги Минута времени уже Остается до окончания раунда Но пока Херойки никуда не лезут Попытка пройти через шорт Юги уже контролирует Дельпа Но все-таки нет Хампус получает Еще один смог для себя Но нужно идти дальше Пролезает А к нему уже Залезают гости Хампус к ним Немножечко не готов Хотя слышит, как катопает Слишком тяжелый игрок атаки Но нет 40 секунд И по-прежнему без фрагов И только один Истаг получает много демоджа Рассец теперь готов принимать Один, второй, минус Полетел третьего Также чуть не пережал Еле-еле душа в теле Истаг выживает Но правда ненадолго Там уже шартов Майкирель оформляет дабл И последний Моди С молотом в руках Также отлетает от Хампуса 16-16 Ред резерв берут для себя Один раунд в защите Ты знаешь, ощущение такое Что подстроились Немножко ред резервы в дефенсе Начал играть Майкирель Чаще на шарте Начал играть Хампус в окне Ну или не знаю Может быть я в основное время Этого не замечал Потому что я больше был сфокусирован На том, что делают герои Но вот есть ощущение Что ред резерв немножко поменяли Свой дефенс И да, наверное поменяли Потому что там очень часто Была агрессивная позиция Под А плентом Вот под ямой Под коврами Очень часто играли В дефенсии Ред резервы Юги АВП Пытался сделать минус на Б Героик заняли Кстати мидл Бомба Стоит в Б пелосе Ну и что Датчане Сделают сплит Б Ну кстати да Неплохая идея Наверное Третий раунд На первых допах Сделать сейчас сплит Б Неплохо Майки Лели Откидывает отличный молотов Под смог В который не могут Зайти героики И ты знаешь Возможно читают сейчас Шведы своих оппонентов Майки Лели Отличная игра от него Он делает минус Плитагу Сделает выпад Он в бэшку И заливает еще в одного Нико Размен на Майки Лели Фредди Отличная оппозиция Делает минус Еще один Да и так Если ты не оппонента Нико падает Ред резерв Выигрывает первую половину допов Со счетом 2-1 Мне интересно Это героики скатились Или в ред резерв Вы поднабрали С Майки Лели Вот такая мысль Меня пустила только что Поднабрали Ну в смысле поднабрали Ну в смысле в скатились Ну это допы Ну как Нет Я вообще говорю про Ты пойми что Ты же вспомнишь Что в основное время Камбэк был от кого От героек И там последний раунд Уже взяли как бы Ред резерв И вывели на допы Нет Я сейчас говорю А глобальную мысль То что я знаю херойков Я по моему Один раз видел игру Камбанда Ред резерв Когда еще не было Там Майки Лели Ты знаешь Тут такая история Я тебе так скажу Что здесь команда Находится в таком состоянии Что она экспуется Скилуется И набирает опыта Во время турнира То есть она начинает Турнир в одном состоянии А уже к концу турнира Идет уже как более опытный Сформировавшийся боец Почему? Потому что эта команда молодая Она находится в стадии роста То есть для них это первый Такой крупный лан И полуфинал дримхака Ты представляешь Да уровень Как бы Для команды Из ниоткуда По факту Да понятно Майкель Да они играли Минора И так далее И так далее Поэтому здесь Поэтому здесь уже знаешь Как бы Все может быть Может быть Ред Резерв Сейчас вот Ну Посмотри По трем картам Ну это играют Две равные команды Согласись То есть тут На третьей карте Допы И на тех двух картах Была заруба жесткая Поэтому Ред Резерв На самом деле Просто не уступаются В оппонентах Да Ред Резерв Реально показали Хорошую игру И показывают До сих пор Еще напомню Что эта команда Прошла через Европейские квалификации На этот турнир То есть ее даже Не заинвайтили Как команду Херой Калинип Или Энвиас Ребята прошли Через сквалы Они идут дальше Топча всех И вся И это реально Очень радует Что появляются Вот такие команды Которые обучаются Притом обучаются Семи мили шагами Расти Расти ловит флешку Ловит также Пули от эстага Три в три Снайперская винтовка В прежнем есть Ухероик Снэпи промахивается Есть прямая информация Смог Опять же Откидывает Прилетает хаешка Весьма неприятно Эстаг Отлетает на головах Снэпи Также взрывают И последний Моди В составе Команды героик В живых Тут же хэдшот Великолепный По Майке Леле Прошивает Боксы Находит Фредди Фрога Фредди Фрог отъезжает Да неужели получится Нет Закончатся патроны Вражке и Хампус Ну за счет того Что повезло Опять же Моди Имея побольше патрон Наверное Браздал там Окицарь батюшка Но Только один раунд Снова отделяет Бред Резерв От того Чтобы Выиграть в этом раунде И устроить Нам с вами Шведский финал Не против Бред Резерв Да уж Как бы не хотелось Болельщикам Датского коллектива Этого Но Команда Бред Резерв Оказывается пока Сильнее И действительно Вот тут Все пока Не очень хорошо Для датчан Я не знаю Ну то есть Как бы тут Ты понимаешь В такой игре В основное время На топах Один и второй коллектив Заслуживает победы Здесь абсолютно Даже не важно Для меня кто победит Ну В моем понимании Естественно Наверное герои В финале Против НИП Смотрелись бы лучше Но если Ред Резерв Их обыграли То уже Как бы Ну не важно Как закончится финал Потому что Ред Резерв сильнее Ну по логике Конечно да Получается что Даже если будут Херойки То им будет Также проблематично Играть против НИП Как это было И команде Ред Резерв Потому что Ребята уже будут Измотаны тем Что они Вот так вот Отдавали Много-много Раундов Возможно Все это очень Сильно скажется Тем не менее Раунд уже Получается Номер 35 Сейчас Писали Писали в чате Такую фразу Типа Поддержите Ред Резерв Им нужна Ваша поддержка А зачем Они сами Справляются Весьма неплохо У них Моральная составляющая На уровне Ребята Чувствуют себя Очень-очень Комфортно И что Примечательно В этом раунде Ред Резервы Не берут Снайперскую Винтовку Просто Играя в Пять Калашей Видимо Что-то у них Какая-то Наработочка Да есть С этими Винтовками Тем более Что они Фредди Фрог И Майки Леля Видимо Ожидают Здесь поджима Кстати Уже помнишь Была история Когда кто-то Там поджал А это наоборот Как раз таки было Хампус поджимал Так А что Ред Резерв Собрались выходить Из ямы Они фейкуют Да Они фейкуют Расти Делает минус По снапе Это так На стейр Сьюги Делает минус По Расти Это фейк Друзья Бомба Пойдет на Бэм Но Модди 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 Что-то подозревает Эстаг Делает минус По Майки Леля Фредди Фрог Забирает Эстага Есть информация Модди понимает Что это фейк Скорее всего Он просто ждет Ему ни в коем случае Нельзя двигаться И Модди понимает Важность этой всей ситуации Он обязан Здесь делать минус Который Выиграет В итоге Этот минус Выиграет Раунд Для его Команды Но Ред Резерв Делают Невероятно Долгую паузу Вот эта пауза Может сбить С толку всех Абсолютно Фредди Фрог Пробирается И крадется По коннектору Начинает Перемещение Перемещение В хелпу И тут же Сейчас может просто Выйти в спину Там есть номер 5 Который ждет Вероятнее всего Всего этого И тогда уже Если не пройдет Фредди И Модди ошибается Он все таки Повелся И вышел На позицию Это может быть Большая проблема Но Нико Справляется с Фредди Фрогом Который имел Очень мало хп Неужели сейчас Вот Ред Резерв Для них наверное Это будет очень большая возможность Если они отдают То возможно Херойки потом на опыте На скиле Додавит Ред Резерв Поэтому Релакс И нужно действовать Крайне аккуратно По моему заметил Нико Откидывает Гранату И флешечка Особо сильно не влияет На это все Релакс Ждет Ника И Ника дожидается Это 19 раунд Для команды Ред Резерв Они дожали оппонентов После такого Камбэка И камбэка от оппонентов Они все таки сделали Все что нужно было Если бы Модди стоял до конца Если бы Команда Херойк Дальше бы боролась За этот матч Это Да Ну Что Я все сказал Ну в принципе Да Про Модди То есть я сказал Про Модди Я сказал Я только не совсем понял Что произошло Почему он сорвался с места 20 секунд Подумал Что это все таки Выход на бомбу Так почему Ну у тебя есть аргументы На это брат У тебя есть аргументы Сорваться с места Вот скажи мне Ты стои Ты Какого тогда хорошо Какого болца Ты стоял Еще 30 секунд Перед этим То есть ты стоял Перед этим Понимаешь Что сейчас тайминги Такие Что наверное Точка А А точка Б Что значит Отпускается в таком То есть не мог Там условно Игрок находиться Там в андерпассе Идти там на телевизоре Ну это Это один момент Который знаешь Вот через него Как бы обсуждать В разрезе этого момента Обсуждать всю игру Нет смысла Ред резерв Выиграли И совершили Ну чудо Сенсацию Я не знаю Вышли в финал просто А начиналось все Для этой команды Очень печально Турнир Просто В салат был Начиналась игра Да Первая карта Дэйнферно В салат была Проиграна команде Найпи А теперь уже Макелеле Вышел в финал Человек который Всю дорогу Кладет ноги на стол Мои аплодисменты Снимаем шляпу Ну и что друзья Буквально через Минут 30-40 Мы будем смотреть И наблюдать Вместе с вами Гранд финал Дримхак Валентия Команда Ниндзи в пижамах Против Ред резерв Друзья мои Небольшая пауза И потом возвращаемся Для вас же работает Студия Рухап Меня зовут Олег Минтгут И со мной на связи Алексей Ухо-Малецкий Спасибо что с нами Подписывайтесь на наши Социальные сети На группу Рухап Вконтакте